Эта волевая и целеустремлённая женщина в свои 50 с хвостиком успела поплавать в 110 водоёмах мира. Она преодолела три океана, 11 морей, 70 рек и 26 озёр. Шалпан Зиганшина с 2015 года занимается зимним закаливанием и имеет опыт ледяного плавания. Несмотря на то, что она инвалид второй группы по зрению, Шалпан – активный участник многих культурных и спортивных мероприятий. На сегодняшний день в копилке её достижений 18 наград. Самое запоминающееся – это был Арктический километр. Это был 2019 год, когда я ещё плавала с помощью лидера-волонтёра. У меня были сложности со зрением по инвалидности, я плохо адаптировалась, заболевание только появилось, и мне нужно было научиться с ним жить. Соответственно, на дистанциях километра, два километра, меня сопровождал человек, с которым мы были связаны верёвкой, он плыл впереди меня на полкорпуса, а я по наитию верёвки, натяжения, следовала за ним. И вот, Арктический километр. Он был уникален тем, что, прибыв на Кольский полуостров, я прожила там четверо суток в палатке, ну и сделала этот первый в своей жизни заплыв уникальный, с прекрасными организаторами «Эксфотерс». Помимо статуса спортсменки-экстремалки, Шалпанду Синалиевну называют арктической моделью. С 2018 года она загорает в горах на высоте более 3000 метров, купается в ледяной воде при температуре минус 30 и участвует в профессиональных фотосессиях на морозе. Одна из них, наверное, самая яркая – холодовая фотосессия или айс-позинг. В течение двух часов босиком в яркой шифоновой накидке подымалась на скалу выступ, там есть такой символичный в Териберке, на берегу Баренцева моря, выступ камня где-то на высоте 20 метров над уровнем моря. И я за счет босых ног держалась за поверхность этого камня, балансируя на ветру. Температура была 27, но ощущения были намного ниже, потому что был шквальный ветер. Моя задача была удержаться на ветру, балансируя, позировать и выдержать эти два часа. В феврале 2022 года женщина вновь выдвинулась в одиночную экспедицию по Дальнему Востоку. Всего Шалпан провела в ней 149 дней, пройдя острова Русский и Сахалин, полуостров Камчатка, Курильские острова. Заключительным этапом путешествия стало озеро Байкал. На сегодня 140 тысяч километров пройдено 7 стран. Это Россия, в данный момент Казахстан, Кыргызстан полностью, Испания полностью пройдена, Италия и Словения частично. В год семьи спортсменка-экстремалка запустила и реализует проект «Спорт для жизни», который воплощает в себе идею единства, силы воли и стремления к здоровой жизни. Любой желающий может принять участие, привнести свое видение этого мира в виде тренировок, заплывов, танцев. Все, что можете, ребята, показать прекрасного, да, пожалуйста, милости прошу, вместе с вами пройду и я этот путь. И главная задача – это показать, что у нас есть организованные места вхождения в открытую и в холодную воду, в том числе и проруби. За годы путешествий Шалпан Зиганшина обрела много новых друзей и хороших знакомых. С одним из них ей удалось встретиться в Нефтекамске. Валерий Иванов когда-то снимал женщину в качестве арктической модели и навсегда запомнил ту встречу. Шалпан для меня является, конечно же, вдохновителем. Я много показывал, когда люди смотрели мои фильмы, я говорю, кто это? Я говорю, вот девушка ныряет подо льдом, вот она плавает, причем она стоит на льдах в мороз, в шикарных развивающихся платьях. Это надо видеть, если вы не видели, как все это выглядит. Конечно, прежде всего, такие люди являются стимулом для развития и гигантскими мотиваторами для жизни, для тех, кто хочет двигаться вперед. Шалпан Зиганшина является настоящим примером стойкости, упорства и силы духа. Ее история может показаться невероятной, но она – реальность, воплощенная в жизни одного человека. Ксения Белалова, Эдуард Новиков, информационная программа «Ежедневник».